Добрый вечер! Меня зовут Танна Стефаненкова, в эфире Журсовет. Здесь мы обсуждаем интересные вопросы, касающиеся актуальных тем. Со мной сегодня в студии Екатерина Зубарева и Анастасия Шерстнёва. А также наш гость Павел Ананин. Павел старший преподаватель кафедры социальной работы и молодежной политики факультета истории, политических наук и культурологии Института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета. Здравствуйте! Длинные какие у вас? Приветствую. У нас сейчас большая структура, и поэтому очень много номинований. Но так или иначе мы всё равно остаёмся университетом и, соответственно, очень важной и нужной структурой. Сегодня отмечается Международный день студентов. И хотелось бы начать именно с этой темы. Павел, вот расскажите, пожалуйста, вообще, какие исторические истоки у этого праздника? На самом деле, многие, наверное, зрители задумываются, почему сегодня, 17 ноября, говорится о Дне студента, все привыкли читать, что 25 января день. Татьяна день. Татьяна день, день студента. Но сегодня именно Международный день, если Татьяна день – это праздник, носящий отечественный исторический характер, то вот Международный день студентов, который отмечается сегодня, к сожалению, имеют такие печальные истоки. И здесь происходит отсылка к временам Великой Отечественной войны. 28 октября, на самом деле не 17 ноября, все началось 28 октября 1939 года в Чехословакии, в Праге, произошли празднования студентов, связанные с празднованием годовщины вообще Чехословакской республики. Но так как она тогда была уже под оккупацией гитлеровских войск, эти собрания, эти митинги начали разгонять. Был ранен один из студентов, и в итоге он, к сожалению, скончался. Вот как раз на его похоронах были митинги и выступления преподавателей, студентов. И вот как раз 17 ноября после этих митингов эсэсовцы окружили студенческие общежития. Было захвачено всего около полутора тысяч студентов. Часть из них было казнено на месте, часть из них была отправлена в концлагеря. Гитлер издал указ о том, чтобы на территории всей Чехословакии до окончания войны вообще никаких учебных занятий в учебных заведениях не проводилось. Ну и, соответственно, в 1946 году, когда в рамках всеобщего движения объединения и организации объединенных наций была создана в эти же сроки, соответственно, был создан Всемирный конгресс студентов. И как раз на Всемирном конгрессе студентов в честь этой даты 17 ноября, когда произошли вот эти, к сожалению, кровавые события, и было принято решение назначить Международный День студентов. Получается, это не праздник, это памятный день? Да, получается, в большей степени памятный день, но так или иначе, он сформулирован именно был как День студенчества. То есть, с одной стороны, памятный день, но с другой стороны, именно памятные даты как история, как основание этого события. Но, согласно формулировке, это все-таки в определенной степени праздник Международный. Современные студенты в курсе этого события? Исходя из своей практики, не все студенты знают об этом празднике. Наиболее памятен для студентов, это, конечно, 25 января, Татьянин день. Но это в нашей стране, а вот в других странах отмечается этот праздник? В других странах отмечается этот праздник, естественно, в Чехословакии, ну, в современную же Чехии и, соответственно, Словакии, этот праздник имеет большое значение. Проходят специальные мероприятия, в том числе и в Дань памяти, но и при этом мероприятия связаны с празднованием, вот как раз отвечая на ваш предыдущий вопрос. По всему миру тоже через различные международные студенческие организации проводятся мероприятия, которые так или иначе акцентируют необходимость празднования этого праздника среди студенческой молодежи. А что это больше? Это вот как раз как памятные дни, это зажигают свечи, там запускают... Или как у нас, Татьянин день. Или когда у нас... Безкачайки, веселье. В основном студенчество не может не праздновать и не отмечать, и поэтому этот элемент праздника, конечно, присутствует. Чаще всего в первую половину дня или в дневное время суток, если можно так сказать, происходят памятные мероприятия, ну, а вечером студенты, конечно, уже праздничную часть этого события уже отмечают. В данном случае хорошо, в том числе, проводят время. И вот, хотя, конечно, из истории, если мы будем уже к отечественной истории обращаться, то Татьянин день всегда славился очень ярким празднованием. Так, например... Все мы были студентами, помним. Антон Павлович Чехов, кстати, в свое время говорил о Татьянине дне, по-моему, 1884 года, что тогда студенты выпили все, кроме Москва-реки, и то только потому, что она была уже подо льдом в этот день, ну, 25 января. Вот, поэтому традиции русского студенчества тоже очень сильные. Ну, у них немножечко другая уже история. Я предлагаю перейти к вопросам современного студенчества. Есть такое понятие, как утечка умов. Как считаете, она свойственна Кировской области и вообще в целом нашей стране? Ну, утечка умов. Здесь мы будем с вами смотреть выпускников высших учебных заведений или выпускников школ, да, смотря, что имеется в виду. И под темой... Более болезненно, наверное, все-таки... Выпускников школ или высших учебных заведений. Кому же профессионалы, да. Ну вот, как показывает практика, из Кировской области отток умов происходит, но он не носит глобальный характер и не является каким-то таким явлением, который приносит какую-то угрозу существованию общественности в городе Кирове и Кировской области. Ну, в основном, вот я хочу заметить, что почти все стобальники, которые сдают ЕГЭ на 100 баллов, А вот это уже школьники. Они уезжают. И, может быть, действительно у нас изначально начинается все со школы, и потом уже, ну, те, кто остался, так сказать, идут в университет и остаются. Может быть, правда... Что вообще привлекает, да, действительно, студентов в других городах, в других странах? Ну, надо отметить, что данный процесс активизировался благодаря введению в систему ЕГЭ. Сейчас стало возможным, в том числе и не выходя из дома, отправить результаты своих... ...своего тестирования, да, своего ЕГЭ, своих экзаменов в несколько университетов. Если раньше нужно было ездить по университетам, сдавать экзамены, некоторые экзамены проводились одновременно. Если у меня исключалась возможность поступления там в интересный возраст, то сейчас это происходит спокойно. И на самом деле нужно спокойно относиться к этому процессу. Мне очень понравилась одна из позиций, высказанная одним из лекторов школы ректоров в Сколково, где мне, к счастью, удалось побывать. Она сказала, не стоит мешать счастью людей. Если действительно им кажется, что там лучше, пускай так и будет. Наша задача — это создать условия для того, чтобы это счастье было у нас, чтобы было интересно учиться в том числе и в городе Кирове, и в наших вузах. И на самом деле очень большие условия создаются, находятся различные возможности. При этом, насколько мы знаем, в том числе этим вопросом задается и правительство Кировской области, создавая определенные формы поддержки для выпускников, для талантливых выпускников, в данном случае стабальников, выпускников школ, для того, чтобы они продолжали обучение у нас в университете. И на самом деле здесь большое значение имеют различные факторы. С одной стороны, родители, которые вроде бы хотят лучшей судьбы для своих детей, и так как они попытались себя реализовать, например, в пределах Кировской области, а им не удалось, например, себя реализовать за пределами Кировской области, они бы хотели это реализовать в детях, с одной стороны, но это не всегда так бывает. А с другой стороны, детям хочется все-таки оторваться от своих родителей в определенный момент, элемент самостоятельности, новой жизни, новой яркой и красивой жизни больших и крупных городов, и открывающиеся возможности, которых, кстати, достаточное количество. Это второй фактор. И, соответственно, эти оба фактора умножаются друг на друга, и мы видим такое явление. Но на самом деле, несмотря на то, что это явление имеет место быть, оно не носит исключительно характер такой, который представлял бы угрозу вообще для университетов Кировской области. Я правильно понимаю, что вы считаете, что у нас не хуже в Кировской области, и можно не уезжать, у нас уровень образования высокий. Здесь, в принципе, те, скажем так, вызовы, которые формируют сейчас нынешняя молодежь, здесь есть ответы на эти вызовы? На самом деле, да. Тем более, если вы знаете, так как я представляю Авиадский государственный университет, он еще совершенно недавно был признан напорным вузом, вошел в специальную программу. Надо сказать, что для того, чтобы добиться такого статуса, приходилось соответствовать достаточно высоким требованиям Министерства образования и науки. И не все университеты, которые подавали заявки, стали подобными университетами. Это победа, да. Да, это, надо сказать, победа. И, кстати, отвечая на ваш вопрос, так как он опорный, его задача в том числе и развитие нашей территории, то есть создание дополнительных условий. То есть тут получается, что такой двойной удар по этой проблеме, если можно сказать, мало того, что определенный статус, он еще и связан с тем, чтобы создавать условия, в том числе и для будущих выпускников, развивать экономику, создавать новые, способствовать созданию рабочих, напрямую-то, конечно, не будет происходить, способствовать созданию рабочих мест. Мне кажется, в этом как раз и есть еще одна проблема, что выпускники хорошо, у нас образование хорошее, а потом дальше куда? Работы нет. Очень часто сталкиваются с таким мнением, что выпускники говорят, а куда в этом работе? И вот смотрите, и смысл опорности как раз в том, чтобы, сейчас, может, немножко такую тривиальную фразу скажу, чтобы выпускать выпускников уже с рабочим местом. Да, это не значит, что вот есть какой-то дядя работодатель, который создал рабочее место, чтобы в том числе и выпускники проявляли определенную творческую, креативную, инновационную активность, создавая новые предприятия, новые организации в перспективных областях деятельности. Таковых у нас несколько, да, ну, различные у нас есть размышления по этому поводу в университете. У нас очень перспективная в области, это и сфера лесного хозяйства, где можно создавать новые предприятия, да, это и биофармацевтика как одно из перспективных направлений. В данном случае не обязательно искать работодателей для выпускников. Если мы будем готовить выпускников нового уклада под новые, соответственно, вызовы, в том числе экономики, соответственно, нам удастся... Самим создавать рабочее. Да, во-первых, развивать экономику области, и, во-вторых, студенты уже сразу со своими идеями, со своими проектами, вы знаете, сейчас уже может дойти до того, что, возможно, в качестве стартапов, да, будут принимать выпускные экзамены в университетах, да, государственные экзамены. Соответственно, это сразу же автоматически будут создавать рабочие места. Естественно, это не по всем направлениям подготовки, но так или иначе, это должно создавать импульс для развития экономики в области. В том числе, это одна из таких важных задач университета. Но все равно там, если подумать, стартапов может быть не так много, предприятий у нас не так много, а каждый год все новые и новые выпускники появляются. Это такая все равно проблема насущная, мне кажется. И ближайшие там 2-3 года, вряд ли получится решить. Здесь я с вами полностью согласен, но стоит иметь в виду, что этот процесс постоянный, и формирование рынка труда происходит так же постоянно. Соответственно, постоянно появляются выпускники, соответственно, есть постоянно те, кто уходит на пенсию, либо передвигаются на ступеньку выше. Если мы совсем не будем готовить специалистов, это тоже будет негативно сказываться на экономику и так далее. С другой стороны, здесь нужно понимать, что университет, в том числе и с развитием общества, с усложнением социальных взаимоотношений, в том числе и переходит несколько на новую стадию. Не просто там фабрика по изготовлению кадров, но в том числе сейчас и большой акцент ставится на активизацию научной деятельности. И при этом смысл университета сейчас, помимо научного направления, также изменяется, сейчас главное сделать выпускника таким, чтобы его набор компетенций способствовал ему легче адаптироваться к жизни и трудоустраиваться, соответственно. Это и системное мышление, это и коммуникация, то есть такие soft skills, как говорят на языке профессиональной подготовки, которые бы позволяли даже несвойственных ему, на первый взгляд, профессиональных видов деятельности, очень быстро ориентироваться и находить себе рабочее место, соответственно. То есть главное здесь создать основу, а уже в соответствии с ситуацией выпускник должен быстро сориентироваться. И приспособиться. Да, и приспособиться. Поэтому вот этот базис сейчас очень важен. Очень важно создавать. Олег Дипаил Валерьевич, я предлагаю прерваться на рекламу. У нас уже время вот такое суженное, да. И поэтому тему трудоустройства мы продолжим чуть позже, а сейчас реклама. Это Журсовет, и мы продолжаем. Сегодня мы говорим на тему Международного дня студента, и именно в целом про студенчество. С нами в студии Павел Валерьевич Ананин, преподаватель кафедры Вятского государственного университета. Сейчас мы продолжим тему трудоустройства, на чем мы закончили позднее, ранее точнее. Что ж, я хочу познакомить коллег, и вас, Павел Валерьевич, со статьями в интернете. Не знаю почему, вот вы говорите о том, что студенты имеют все возможности для самореализации и так далее. Но только стоит открыть интернет, и тут, значит, вот я прямо зачитаю название статей. Так, в Кирове задержали студентов, которые снимали аккумуляторы с больших грузов, танцовщицы, официанты, мошенники, как подрабатывают кировские студенты. Все-таки куда свой потенциал у нас девают, да, получается, студенты, что мешает им, да, хорошо зарабатывать и устраиваться после окончания университета. И еще можно добавлю, вот мне кажется, что студенты, они действительно работают, вот есть же практика, да, у студента, то есть он бы мог зарабатывать деньги, например, практикуясь своей профессией, но у нас очень часто уходят вот именно в официанты, там, да, то, что берут... Мальчики вырущиками вещают. Да, вырущиками, ну, то есть вот в такие специальности, которые не связаны с их образованием. В то же время это и обучению мешает, и они, соответственно, не получают опыт, стаж... Да, работают по ночам, не спят, и это сказывается на учебе, конечно. Ну, вот смотрите, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, во-первых, хочется привести цитату из собачьего сердца, да, что не нужно читать газеты на завтрак. Вот, соответственно, чаще всего такое явление, как студент, приписывается любому молодому человеку в возрасте, там, допустим, от 18 до 23 лет, и поэтому очень часто, наверное, журналисты пользуются не просто, там, юридическим лицом, в совершеннолетнем возрасте от 18 до 24 лет, а больше, кстати, студентом, да, поэтому не всегда это является... Но обычно пишут молодой человек, а если уже знаешь, что это из какого-то учебного заведения, тогда студент. Да. Мы-то это знаем. Ну, да, на самом деле это могли быть и студенты, я к тому, что есть определенная вероятность, и тем более это разовые случаи, они не могут описывать всю ситуацию в целом. Да, возвращаясь к вашему вопросу, почему студенты, например, не работают по профессии, подрабатывают, да, иногда не в связи со своей специальностью, да, но, во-первых, они не могут поработать по своей специальности, потому что они еще не квалифицированные специалисты, не прошли соответствующие экзамены, не подтверждили там формально. Ну, хотя бы помощником каким-то, или стажером. Хорошо, вот смотрите, мы, к счастью, живем в свободной стране. Слава Богу. Слава Богу, живем в свободной стране, и никто не вправе, не нуждать, в том числе студентов, заниматься тем, да, тем или иным делом. Если они хотят подработать, например, грузчиком, как вы сказали, это иногда думать не надо. Ну, надо думать, но не так много, как, например, по профессии. В свободное время вечером, например, да, когда обычно разгружают либо рано утром, как раз не противоречит возможности учебы. Это достаточно приемлемый вариант. Понятно, что здесь, опять же, мы говорим в определенной степени о каких-то частных случаях. Есть очень много и положительных примеров, когда ребята, если они знают свои цели в жизни, если они представляют, что они хотят, если они мотивированы, безусловно, они по профессии умудряются устраиваться. Не обязательно здесь даже речь должна идти о деньгах. Это и возможные стажировки, это и возможные и дополнительные образовательные программы. Ну, какие, например, в нашем городе можете конкретно перечислить? То есть люди вообще не знают, что такие имеются, что такие есть? Ну, надо здесь представлять, о какой сфере деятельности, конечно, идет речь. Даже если мы будем говорить о банковском деле, да, о инженерной подготовке. У нас все эти предприятия есть, и они, тем более, очень часто студенчество – это достаточно дешевый рабочий труд, да, хоть и оплачивают, да, и поэтому очень часто, особенно толковых ребят, берут с удовольствием. Особо грамотные организации, они изначально уже введут определенные исследования студенческой среде для того, чтобы выбирать себе и приглашать уже будущих специалистов, будущих профессионалов. Да, особенно большие фирмы, большие корпорации, в том числе и государственные, они ведут очень активно эту работу, и в определенной степени в ВИАДГГУ в том числе есть такого рода взаимодействия, такого рода примеры, не говоря уже там о составлении специальных договоров еще перед процессом обучения, когда уже там все практически перед будущим выпускником уже расписано. Павел Валерьевич, мы знаем о том, что вам посчастливилось стать участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который у нас был недавно организован в Сочи. Очень крупное, масштабное, грандиозное мероприятие. Давайте мы с вами будем делиться эмоциями. Скажите, какие там межличностные отношения складывались в студенческой среде именно, и прямо сейчас по ходу мы еще посмотрим видеоряд, который, соответственно, символизирует это замечательное событие. Ну там, да, вот эта картинка, все-таки какие отношения удалось познакомиться, пообщаться с другими ребятами из других регионов? Естественно, удалось познакомиться, никаких абсолютно границ не было, мало того, мы и жили в одном месте, ну практически в одном месте, у нас было несколько локаций, где нас расселяли, мы, например, жили с жителями африканских стран, представители Кировской области, и, например, ну так как людей туда прибыло больше, чем рассчитывали организаторы, не все иностранные граждане правильно разобрались с правилами приглашения, и, соответственно, приехало больше, чем надо. Из этого... Больше приехало? Больше приехало. Причем не там не на 100, на 200 человек, на несколько тысяч больше приехало. Планировали не 20 тысяч, а было 1025. Но, несмотря на это, организаторам удалось как-то быстро сорганизоваться, и они и раздаточный материал, и жилые места, все предоставили, никого, в принципе, не обидели. Говорят, громадные очереди были, просто невозможно было прийти на лекцию. Созданные очереди, там начали появляться шутки, что это не всеверный фестиваль молодежи и студентов, а всемирная очередь молодежи и студентов. Но на самом деле мы нашли очень положительный эффект в этом отношении, потому что вот эта многонациональная очередь, когда ты стоишь, тебе нечего делать, что ты делаешь, ты начинаешь знакомиться, ты начинаешь общаться. Да, вот если говорят, что в Советском Союзе знакомились в очередях, вот здесь примерно происходило то же самое, потому что когда лекции, когда ты идешь на какое-то мероприятие, или ты смотришь мероприятия, это интересное недообщение. А здесь как раз, если ты стоишь в очереди после, например, лекции Регина Романа Грефа, и как бы это можно и обсудить заодно, что приятно удивило, но в силу своей профессиональной деятельности я знал об истории этого фестиваля, так как мы изучаем эти моменты и так далее. И понятно, что он носил некоторый такой легкий политический оттенок. До этого он был организован Всемирным Союзом Демократической Молодежи. И, соответственно, там левые идеи очень активно продвигались с помощью этого фестиваля. Но именно на этом фестивале политики практически никакой не было. Все были проникнуты духом общения, духом активности, духом образовательным духом. Очень понравилось, когда ребята из различных стран, проявляя собственные инициативы, хотя для них специальные были дни тематические, Африка, Америка, соответственно, отдельный день был для России, народы этих континентов и страны России имели возможность показать себя. То есть ребята приезжали со своими костюмами, показывали, презентовали свои песни, свою культуру, свои традиции. Это было настолько интересно и разнообразно. И чтобы собрать такие же впечатления, пришлось бы объехать весь мир. А говорят, там даже был стенд Кировской области. Стенд Кировской области был. Что он из себя представлял? Один из лучших стендов я хочу. Может, я в определенной степени субъективен, но стоит отметить, по крайней мере, сколько человек побывало в нашем стенде. Все полюбили продукцию одного из производителей Кировской области. И поэтому большая очередь стояла. Не все стенды могли предоставить такие возможности. Но, естественно, содержательная часть, которая, например, представляла возможность на велосипеде прокатиться виртуально по Кирову. Если на остальных стендах была возможность просто ярочки надеть и головой повертеть, то там реально можно было прокатиться. Но, если интересно, как, я потом могу об этом чуть позднее рассказать. Представляли себя все регионы Российской Федерации в том или ином виде. Но Кировский стенд, он, кстати, был украшен. В том числе полностью обделан деревом в деревянном стиле таком. Именно вот характеризует... Ну, сколько не Кировская область, хотя у нас такой лесной край, и лес это, безусловно, наше региональное богатство. Ну, и вот эту вот отечественную душевность, когда ты в избе, вот что-то вот такое... А кошки там не было? А кошки не было, но дымковская игрушка в виде кошек обязательно была. Чтобы уюта добавить. Да, там было очень уютно. Еще ведь есть другие, да, участники, которые тоже делились эмоциями. Да, давайте посмотрим эти эмоции. Я участвовал во многих форумах, во многих мероприятиях до этого, но вот то, что предложили организаторы в этом году, это было действительно необычно. Рассказывались истории простых людей, но эти истории заставляли не только задуматься, но и хотелось также идти и тоже спасать мир так, как спасают они. А сегодня исполнилась, наверное, одна из моих каких-то мечт. Мы вживую бывали на лекциях, где спикерами были Сергей Безруков, Федерик Бегетбедер, Ирина Великанова и Эдгард Запашный. Было очень здорово вживую видеть таких людей, но мне как культурологу очень было приятно увидеть автора многих книг, которые мы читали. Это Федерик Бегетбедер. Я задала ему вопрос, получила на него ответ и получила автограф, который теперь будет храниться. Книжка будет занимать очень важное место. Ну что ж, как мы понимаем, было очень весело и интересно. Вы зарядились там, наверное, позитивными эмоциями. Чем помимо лекций, семинаров, каких-то мастер-классов вы еще занимались? Я слышала о том, что там ставили прямо на площадке какой-то определенный мюзикл, в котором смогли принять участие даже наши кировчане. Это было или это не было? Да, действительно. На самом деле, возможности реализовать себя было огромное количество. Иногда создавалось такое ощущение, но я бы не назвал его неприятное, но легкой грусти, если можно так сказать, что нет возможности поучаствовать во всем. Тем более некоторые мероприятия проходили параллельно. И действительно ставился мюзикл. Я был на этом мюзикле, но в силу сыствия у себя подобного рода талантов я не смог. Меня бы и не взяли, наверное, начнем с этого. Но действительно наши ребята принимали участие в мюзикле. Вот, например, Мария Сюткина. Мюзикл абсолютно вызвал восторг у зрителей, в том числе и у меня. Он ставился ведущими специалистами в этой сфере деятельности. Я не являюсь этим специалистом, я, к сожалению, не могу назвать, но когда наши ребята говорили, кто организовал это мероприятие, глаза горели. Это масштаб, да? Да, если вот нас смотрят, например, любителей футбола, к которым я себя отношу, то если бы все равно, что Леональ Месси или Криштиану Роналду организовал это мероприятие, примерно вот такого уровня были люди. И, соответственно, это опыт, не только это возможность поразвлечь себя и остальных, и в том числе поучиться такому культурному явлению, как в том числе постановка мюзиков. Я думаю, это очень интересный, богатый опыт. Да, несмотря на то, что они большинство, наверное, времени в фестивале проводили вот на тщательных репетициях, долго-долго репетировали для того, чтобы достичь нужного результата непременно, то есть определенным духом вот этого патриотизма, они заразились. Ну что ж, давайте перейдем к следующей теме. Расскажите, пожалуйста, чего не хватает современным студентам, студентам, что было у студентов, например, Советского Союза? Как вы считаете? Я бы, наоборот, бы сформулировал, чем лучше современные студенты, чем студенты Советского Союза, да. Несмотря на то, что, и особенно представители старшего, да, и пожилого поколения говорят, что вот… В наше-то время. В наше-то время было лучше, да. И если мы вспомним труды Сократа, то и Сократ, смотря на своих учеников, говорил, что скоро конец цивилизации. Да, на самом деле цивилизация достигла нечто большего, чем это было во времена Сократа. Поэтому на самом деле все-таки молодежь становится лучше, она становится коммуникабельнее, она становится более открытой. Ну и, соответственно, молодежь становится более интересной сама себе и миру и окружающим. Я хочу на это надеяться, по крайней мере. Это самое важное. Ну что ж, в эфире был Журсовет. Вместе со мной сегодня с Павлом Валерьевичем Ананиным общалась Анастасия Шерстнёва и Екатерина Зубарева. Всех благодарю за общение. Студентам желаем бодрости, оптимизма и продолжать в том же духе. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова